Ну что ж, друзья мои, пора нам уже заходить в салон связи Мегафон, чтобы сделать наш трафик надежнее, друзья мои. Потому что в Казани что-то очень длинной интернет, я уже про это говорил. Ну, в общем, с Казани такая краткая история, что в общем-то хочу сказать, что я эту поездку расплутил, потому что считал, что вот я легально поеду, бензин бесплатно, и там все бесплатно. Но теперь я понимаю, как я попался с этим всем, что я там буду служить таксистом, и, как говорится, ко всему прочему еще и с комарами в проходной комнате в хрущевке. В общем, нет, кстати говоря, все рисуется очень как бы уныло, но на самом деле хрущевка она милейшая. Эту квартиру я очень люблю. Я уже в ней два раза был, нелегально. Собственно говоря, просто приезжаешь, как снег на голову, и... Ну, я тогда первый раз, по-моему, я приехал еще в 4 утра. А, нет, это второй раз приехал в 4 утра. Тогда я еще думал, уж это будет последний гвоздь в крышку моего гроба, если я сейчас позвоню в домофон в 4 утра. Лежал на заднем сиденье, дрых. Короче. Вот, так что... Так, теперь чего? Теперь нам на второй этаж. Волей-неволей. Ну, я так буду сейчас все это рассказывать. Просто год назад еще... Я не знаю, смотрел ли ты мой канал год назад. Но у меня состоялось туда две поездки в Казань. Так. В общем-то, сейчас получается третья по счету, но... Она такая, как бы... Как бы вот так. Да. Не-не-не-не, я тебе говорю, я на ротожопу не согласен. Мне нужно существование, которое бы имело... Какие-то... Было бы устроено по-другому принципу. Это потребление, это проворачивание одежды, продуктов и ипотеки. Но это все не для меня. Вон он, мегапончик. Ну что, заходим, будем пытать счастье. Или счастье будет пытать нас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо. Продолжение следует...